Вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский решил сделать несколько политических прогнозов на ближайший год. Его рождественские пророчества были так же эксцентричны, как и сам Владимир Вольфович, и мало чем отличались по построению от его обычных выступлений, но тем не менее, именно сегодня он как никогда блистал своей фантазией и просто потряс прессу невероятной эклектикой образов. Начало было впечатляющим. Буквально с порога Жириновский заявил, что он и есть царь Иоанн Васильевич Грозный и что покочит с демократией в России, как только вернется Кремль. Дух нужен, дух. Демократия не может породить победоносную армию. Демократия все разлагает. Разлагающие действия. Человек ничего не хочет. Потянулась кнопка, поиграл в компьютер. Потянулась кнопка, холодильник сожрал сникерс. Потянулась кнопка, порвал консерватив, напяли на себя. Все. Потянулась кнопка, жвачка. И такой вот весь он полупьяный, выходит, плюкнулся в свою машину, поехал, ближайший клуб, казино, мелькают то, другое. Путана, путана, путана. Код демократии к чему ведет. В будущем году Жириновский предрек возрождение СССР как Союза суверенных свободных республик, окончательное падение великих мировых валют доллара, евро и рубля под натиском китайского юаня, потребовал немедленно применить против американских солдат в Ираке химическое оружие и вместе с тем заявил, что Америка, Россия и Израиль очень скоро соединятся в одну величайшую империю. Какая разница порвать пасть американскому солдату или полить целую роту из пробирки каким-то ядом? Какая разница? Почему мы решаем разрывать человека на части, это можно. Самым известным образом. А вот если применить какое-то оружие, ох, это оружие массового поражения. Это более гигиенично. Все же кишки наматывать на мостовые. Палатку запустили, пробирочку, и вся палатка лежит. В будущем сформируется ось. Москва, Вашингтон, Толя Вин. Это интеллект, это деньги, это вся наша планета. Это спасение белой расы. Потому что белых все меньше и меньше. Цветные напирают. Под занавес своей блистательной речи Живеновский неожиданно напал на выдающегося советского селекционера Мичурина. Но, как выяснилось потом, таким образом он протестует против переброски сибирских рек в Среднюю Азию. Мичурин-то был идиот. Нам не надо ждать милости от природы. Наша задача взять их у нее. Вы что? Ни в коем случае. Никуда ничего не поворачивай. Только последний, выживший из ума человек такие идеи может предлагать. Надо признать, что мало кто из присутствующих смеялся над Владимиром Вольфовичем. Ведь, как правило, многое из того, что говорит этот, если сказать мягко, не сдержанный человек, сбывается в России приблизительно процентов на 80. В 2005 году я въезжаю в Кремль. Александр Орлов, Евгений Бугубаев, телекомпания «Эхо Москва».